Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодняшнее наше видео посвящено магазину Lidl, который открылся 7 октября у нас в Латвии. Всё было бы ничего, но магазины Lidl открывались достаточно многострадально и достаточно долго, потому что, в частности, вот этот магазин, к которому вы идёте, в марте месяц уже 2020 года был готов, он находился практически в таком же состоянии, не было только значка Lidl, и территория была обнесена забором. Конечно, вмешалась пандемия, они вначале ждали, чтобы открыться все вместе, потом, значит, когда уже достроили недостающие магазины, тогда решили не открываться в пандемию, ждали какое-то время, потом уже набрали персонал, потом опять что-то пошло не так, персонал уволили, набрали его повторно, и вот сейчас, значит, Lidl открылись. 7 числа было открытие Lidl, мы 7-го не пошли, потому что было достаточно много народу, мы пошли на выходных. Но посмотреть даже, сколько там находится народу. Мы сейчас вот подойдём поближе и покажем вам, как выглядит магазин Lidl, а точнее очередь, которая рвётся в него. Внутри магазина мы не снимали в этот раз, потому что, во-первых, достаточно много народу в нём, а во-вторых, то, что, в принципе, если кто-то видел Lidl, то все Lidl плюс-минус одинаковые. Кто не в курсе, скажу, что Lidl – это немецкая сеть, во всём мире она встречается, по крайней мере, в Европе, точнее, за мир я вам не скажу, но они отличаются дешёвыми товарами. Да, действительно, цены на товары зачастую там заметно ниже, чем у конкурентов. Плюс каждую неделю есть, точнее, даже два раза в неделю, каждые четыре дня меняются товары, на которые устанавливаются особые цены. И вот, сейчас вы видите, вот сейчас хуже, но вот за заборчиком стоят люди. Это те люди, которые стоят, чтобы попасть в Lidl. Конечно, да, немножко повлияли ограничения, которые существуют в Латвии эпидемиологически, и нельзя в магазин забить народу сколько можно. Вот, как вы видите, люди стоят с интервалом в два метра, Lidl это соблюдает, и специально, чтобы народ не сбивался в кучу, выстроили вот эти заборчики, вдоль которых стоит народ. И это не единственный магазин в городе, это просто один из магазинов в микрорайонах. Вот на стене висят эти объявления. В частности, вот, хохма века это бананы по 39 центов, которые есть, и вот народ стоит. Ну, в частности, очередь идет достаточно быстро, но свои час-полтора отстоять в этой очереди надо. И каждый следующий прибывающий попадает туда. Да, причем это не первый день работы магазина, это четвертый день работы магазина. К чести магазина Lidl, надо сказать, что со своими обязанностями они справляются достаточно хорошо. Товар постоянно подвозится. Вот там дальше рампа, и вот около этой рампы, как трудолюбивые муравьи, снуют фуры постоянно. Подвозят, 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 причем разгружаются достаточно быстро. Разгрузились, закинулись и поехали по новой. Это один из магазинов Lidl. Чтобы вы не думали, что мы сняли очередь только у одного, сейчас покажем другой магазин. Итак, мы переместились к магазину, который расположен в соседнем микрорайоне. Чтобы вы понимали, эти магазины расположены в двух концах одной улицы. Причем улица не особо длинная, она, ну, скажем так, 20 минут неспешным шагом пешком. Около Lidl нас встречают вездесущие заборы. И, что уже мы сейчас видим, тоже очередь. Очередь, очередь, очередь тоже во второй магазин. Опять же, на стене объявления с вездесущими бананами. И народ, который уже вот затарился из Lidl, каждый тащит по два-три кулька. То есть, конечно, народ там скупается бешено. Мы, правда, сами не исключение. Мы закупились на 100 с хвостиком евро на семью. И сразу же скажу, потом я покажу, что мы купили частично товары. Не все, я не буду показывать детально каждый. Но, в принципе, большинство купленных товаров, да, реально намного-намного дешевле, чем существует... Ну, не намного процентов на 30, а некоторые заметно дешевле, чем существующие аналоги в других торговых сетях. Этим, конечно, Lidl нанес очень такой серьезный пинок нашим старожилам торговым сетям. Вот, опять стоит народ. Вот, я не знаю, следят ли они, чтобы народ так вот именно стоял за два метра друг от друга. Потому что в других местах, честно говоря, такой дедисциплинированности я не замечал. Но вот здесь вот так вот народ расставлен по фэншую и ждет. Принцип входа в магазин в Латвии такой, что в магазине есть максимальное количество людей, которые могут заходить. И пока вам не привезли тележку, то есть кто-то не вышел, новый человек туда не попадает. Ну, и вот этот народ стоит, и пока вот определенное количество людей в магазине не закупится, то эти люди в магазин, соответственно, не попадут. Справедливости ради, это магазины в двух крупнейших районах Риги. Ну, точнее, один крупнейший, вот этот, который вы сейчас видите на экране, это самый большой микрорайон Риги. А второй, один из крупнейших. Но вот Лидл тоже подошел как-то странно, и во втором по величине районе, к примеру, не открыл магазин. И вот они вот штурмуют магазин, который был первый на экране, потому что они соседние магазины. Что можно определенно занести Лидлу в актив, это то, что вся территория очень хорошо ухожена. Они посадили деревья, они ее благоустроили, и вот они действительно подходили с немецкой обстоятельностью ко всем этим делам. То есть, как говорится, строились уже на века, так сказать. И что не было важно, то что персонал в Лидлах получает больше, чем в среднем по отрасли. Вот работники Лидлах получают минимум 6 евро в час. Это то есть, ну грубо говоря, 420-430 рублей в час до вычета налогов. Но с маленьких зарплат вычета налогов достаточно маленький. Ну что ж, а теперь мы покажем, что мы купили в Лидле. Итак, мы, посетив Лидл, пришли домой. И сейчас будем разбирать то, что мы набрали вот в рамках нашего вот этого плата. Ой, хватай, 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 налетел, пока не подорожало. Мы специально не брали часть особо дорогих продуктов, но для порядка взяли немножко бананов. Вот бананы. Это вот сейчас Лидл считает, что все у нас должны есть бананы. Бананы стоят 39 центов за килограмм. Или, грубо говоря, 32 рубля за килограмм бананов. Дальше вот. Лопатка, да, то есть свиная. Вот она вот, у нас раз, два, три. Лопатка свиная, если не ошибаюсь, у нас килограмм этой лопатки. Я не знаю, насколько оно хорошее, да, то есть, ну, вроде говорят, что неплохое. Где-то стоит 170 рублей за килограмм свиная лопатка. Дальше. Курица, курица-бройлер, да, то есть в зависимости от веса. От всего 150 рублей за килограмм, или 1 евро 89, да? Евро 15. А, евро 80. Евро 89, да, это без скидки, евро 15 со скидкой, то есть 100 рублей. Это сейчас. Да, вот. А это вот стоит евро 99 за килограмм. На этого специальных лидловских скидок не было. Далее еще курица. Я сейчас буду просто показывать вещи, некоторые я буду выделять, которые, на мой взгляд, очень дешевые. Вот лосось. Норвежский лосось, в принципе, он неплохой по виду. 6,99. Да, 6,99 килограмм. 7 евро, это значит, грубо говоря, 600 рублей килограмм лосося. Причем лосось неплохой. То есть, полтора килограмма лосося стоило 905 рублей. В лидле. Да, конечно, это фермерский норвежский лосось, но дикий лосось стоит вообще каких-то вот просто космических сумм. Дальше. Кофер. Тоже было недорогое, намного дешевле какой-то белором. Да, то есть. Но, в принципе, лидл отличает от тем, что у него редко бывает откровенное говно. Да, то есть. Оно может вам заходить, не заходить, но я думаю, что это кофе будет вполне нормальное. Цену я добавлю. Дальше. Майонез тоже намного дешевле, чем обычно у нас. И вот эта Канья фирма. Мы эту Канью брали на Мальте, когда в Лидле были. В принципе, неплохая фирма. Это итальянский майонез. В Италии у них заводы. Вот сейчас могу даже ради интересно глянуть. Да, сделано для Лидла в Латвии. Бла-бла-бла. Где же тут у нас? Италия. Да, Италия. Вот. Дальше. Вот это вот такие вот сырки. Это плавленый сыр. Опять же, тоже марки Лидл. И в принципе, вот этот, значит, с чесноком и зеленью. Этот с паприкой и с чили. Дальше это будет просто с чесноком. Вот, кстати, возможно, достаточно неплохая штука. Тоже цены вы увидите на экране. Ветчина холодного копчения. Вообще дешевле грязи. Надо попробовать. 99 центов, по-моему. 100 грамм. Я говорю, я просто не хочу лазить в этот километровый чек искать. Тем более, там не все наше. Мы на 2,7 балюшки. Бабушки мы тоже брали. Ну, очень неплохо. Дальше. Это вот сметана 20%. Да? Это что это? Это точно сметана. Это сметана, да. С Кава из Креймс. Это, вот, видишь, литовский. Так что литовцы явно умеют делать сметану. Дальше. Кукуруза. Пронсервирована тоже, в принципе, не дорого. И горошек. Но они там что-то по 20 чем-то центов. Да, то есть 20 центов. Это, считайте, вот, каждая банка стоит около 20. Не, ну, 25, 26. Ну, хорошо, 30 цент. 25 рублей, короче, каждая банка стоит. Все были дешевые. Я говорю, ну, мы брали, влигли именно то, что дешевые. А вот шоколадки 59. Да, то есть, ну, вот это надо смотреть. Ну, это были акции. Да, это может быть с орешками. Это может быть, кстати, вот шоколадки у них и не всегда вкусные. 60 центов 45 рублей шоколадка стоит 100 грамм. Опять должна быть Польша какая-то или еще кто-то. У немецких нет. Может и немецкая быть. Ну, короче, надо искать. Я потом просто все пишу, чтобы вы не смотрели, как я изучаю. Вот эта штука. Очень классная. Это мы брали, который мы не съели? Это, который мы на Мальте не съели. Это просто офигенное ведро йогурта. И вот, по-моему, вот именно в Красной Ягаре. Да, Красной Ягаре, клубничный йогурт. Это очень вкусный. Вот сколько он стоил? Вот это приятно, что она с Мальты приехала вслед за нами. Да, значит, вот этот килограмм йогурта стоит 120 рублей. Вот это было очень. Это вообще, это просто дешевле. Там есть, конечно, много видов. И вот мы взяли с шоколадом йогурт. Сейчас я помидоры утащу в сторону. А еще, да, еще есть шоколад. 120 рублей килограмм йогурта. И причем вот этот йогурт хороший, да? А чей йогурт? Милбона, сейчас глянем. Итальянцы, поляки. Парты скатывают. Уздруху, Узглобат, Зэменю. Так, где он? Это надо искать. А, значит, рожутся в Германии. О, вот и чувствуется качественно, конечно. То есть немцы могут производить при зарплатах, кстати, неплохое. А вот эти 79, вот эти. Вот 79. В принципе, ну это не очень хорошо прямо. Но это не очень дешево, но надо попробовать. Они маленькие. 63-64 рубля, грубо говоря. Дальше помидоры. Почему они так сыротливо в количестве 5 штук затесались здесь? Ну это я просто взяла. Они, по-моему, то ли 35 или 45 центов. Короче, 30 рублей помидоры. 35, ну пускай уже даже не предстают. Дальше, ананас. Вот ананас, он в самой верхней позиции была. Ананас взят чисто ради прикола. Вот, ананас стоит 55 рублей за килограмм ананаса. То есть 2 килограмма ананаса стоят 126-127 рублей. 2 килограмма и 188 грамм. Этот был дешевый. Это вообще по 60 центов. Какие 60-30 с чем-то центов? Я не уверена, что это будет качественное. Это скорее всего что-то порошковое, томатный сок, соли и линта. Это просто интересно. Сколько там? Даже по-гречески написано. Это что, в Греции сделано? Гречески? Не знаю, может быть по-гречески просто написано. Германия. А нет, 66 центов. 66 центов? Подожди, ну там была скидка. Они как-то странно тут указывают. Там скидка снизу, короче. Даже если он стоит 70 центров, 55 рублей стоит листер сока, это не так-то дорого. Можно посмотреть. Это тоже копеечный. Это тоже 20 или 30 центов. Это, кто у нас пекинская капуста? Это ледус салат. А, салат ледучий. Дальше. Вот это тоже, какой-то вообще тоже дикие копейки стоило. Мука, это какой-то белбаки. Значит, белбаки. Где у нас сделан белбаки? Значит, так, 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 так. Ага, это эстонская мука, как я понимаю. Я правильно понял. Дальше. Вот это тоже какой-то, это дикий копеек. Стоило 99 центов. То есть, это сыр бри, вот сколько его тут у нас, 200 грамм, по-моему. Квеш умил, ты 49 за килограмм. 50 центов, да. Мука вот эта, 49 центов. Да, 43-44 рубля килограмм муки. Сыр бри, да, то есть, сыр бри, вот 200 грамм стоит где-то, сколько там сейчас евро, ну, 80 или 88 рублей 200 грамм сыра. Вот, дальше, вот моя любимая штука, которую ты одного выпила. Пиво Аргус, да, стоит 40 центов. Да не 40, меньше. Что, еще меньше? Меньше, да, там 38 или 39, что-то такое вот. Ну, хорошо, скажем, 40 центов, это 35 рублей стоит пиво. И Марина одну попробовала, я просил меня купить 4. Да, хорошая. Именно для вас попробовать самое дешевое пиво, но... Да, но самое удивительное, это было единственное пиво в Лидле. Да, вот что удивительно, в Лидле... У них нет ничего больше, вот один вид... Вот это что-то похоже на хлеб бородинский, да? Вот это было 75 центов. Ну, это если это бородинский хлеб, это тоже не дешево. Но это, ладно, это мы не гонялись за скидками. Так вот, это я уже показывал. А, вот эти евро 49. Полтора, то есть, я и говорил, по-моему, евро, да? Не, евро 40. А, 120 рублей, да, да, да. Потому что я тут скидываю. Да, ладно, питьевой йогурт, пилус тоже вот этот, какой он, манго-рабарбарный. Да, ну, не знаю, на... Ладно, потом найдем, значит, эстонский йогурт. Да, пиво 39 было. Ох, господи, я люблю этот... Я люблю этот магазин. А это евро 39, этот йогурт. Вот этот вот йогурт. Ну, вот этот без скидек, а этот подороже, 120 рублей, литр. И вот, значит, это печеньки. Ну, хуже, что-то там. Ну, вот, не знаю, как по качеству, вот. Ну, короче, ладно, покажем на экране. 89. 89, то есть 72 рубля полки в лов-кеченек тут. Да, полки в лов-кеченек. Вот. Вроде все так. Да, кульки бесплатно дают? Ну, а вот это я не знаю. Знаю, что там закладывают. Ты пока рассчитываешь, у тебя уже все в мешках все покупки. Да, и, честно говоря, что вот эти кульки, вот, раздевшим, что у нас, они хорошие. Я хочу, я первое, что пощупал, я вспомнил польскую бедронку. Так что, ладно. Качественные, крепкие. Простим Лидлу то, что он пять лет к нам приходил. Во-первых, это даст чесаться нашим хорошим подсрачникам, нашим торговым сетям, которые немножко оборсели. Особенно в последний год. Они, наверное, нарвали там со спят. С чем-то, если у него есть дети, ну, плюс-минус приблизительно, я не знаю, как там с этими совсем маленькими зарплатами обстоит. Потому что чем меньше зарплата, тем меньше налоги в Латвии. До 1800 евро на бумаге у тебя есть скидка по налогам, она плавающая, там сам черт ногу сломит. Ну, я говорю, во-первых, они дали работу людям, то есть с зарплатой выше по отрасли. За что я могу сказать уже, в принципе, спасибо. И дали работу неквалифицированному работнику. Это раз. И о котором, собственно говоря, очень много в каждой стране, от которых все это зависит. Второе, конечно, хоть они и балбесы 5 лет пытались открыть это, но за 5 лет они, да, они действительно открыли все магазины в один день. Они открылись по всей Латвии. В Риге, вот, к сожалению, мы не засняли, как там палатки ставили. Да, но все-таки они некоторые товары уже, вот, заявленные, уже пустые полки. Ну, потому что кто мог ожидать, что палатки поставят, наши бабки взяли... Там, с такой ощущением, не с Риги уже приехали с другим городом. Да, таких в городах есть практически квадратные. Ну, из округи. Свою виду, да. Их в Риге-то, они у нас рядом. Вот у нас рядом. Они поставили их в районах кучно-населенных и более-менее обеспеченных, где люди... Ну, куда-то в центр не поставишь, там где-то больше, и не людей. Нет, ну, прям, Болдерай, Ветсмилгравис, Кингаракс, крупный район. Кингаракс к нам поедет. Ну, да. Мы, наверное, все дни и наблюдаем все Кингараксы и прочее. Но говорят, что в Даугапелсе было еще похлеще, чем в Риге. Там народ брал... Ну, это же вообще один на Мездаугах. Да, это на второй по величине город брал чуть ли неже, как зимние бабки штурмовали. Они вспомнили, что они Ленина видели еще в Маузолее и пошли на штурм. Там говорят, вообще дичь что творилось. Еще третий. А, в Местерсе, по-моему, этот Лидл тоже штурмовали. Вот. Ну, и наш отличился. Моя коллега пришла в Лидл спокойненько, зашла и взяла. То есть, как говорится, у нас... Нет, ну, шустро. Очень шустро обслуживают. Да, вот то, что действительно... На кассах больше одного человека нет. Мне тут приходили люди, там немножко пинали меня за то, что я их на Лидл нагадил за момент, когда они открывались. Да, то есть, что они там два года стояли и занимались ерундой. Чем реально, я от своих слов не отказываюсь, это ерунда. И ролик сохранился и есть на канале. Но, в принципе, сейчас то, что они делают, в принципе, достаточно неплохо. Да, людям платят немножко большую зарплату. Это каждый раз показывает, что не надо сжаться на копейки. Если человеку платить немножко больше, чем в отрасли, он будет работать. Если ему платить меньше и заставлять его работать 18 часов, то он будет сидеть, почесывая одно место, и ни хрена не делает. Ну, возможно, наши остальные сети крупные возьмут это на ученых. Если не возьмут, то, честно говоря, я не знаю, как они будут конкурировать с Лидлами, потому что, возможно, Лидлы будут открываться еще больше и больше. А Лидл не единственный в мире, и есть еще целая куча вот этих дискантеров. То же самое, Альди немецкий, да, в принципе, их много. Вот. Это то, что мы вам хотели сказать о завершении пятилетней эпопеи с Лидлами в Латвии. Причем Лидл сам официально признал, что пятилетняя эпопея завершилась. Ну, что ж, мы, учитывая, что у нас в основном все в Латвии происходит как-то через задний проход, да, то есть, если в мире все это работает, то оно может работать в Литве, оно может работать в Эстонии, в Латвии, оно не будет работать сто процентов. Ну, пока Лидл доказал, что даже что-то в Латвии может работать, и то, что, скажем, товары в Лидле действительно, как и во всех тысячах этих, даже сколько их там, 17 или 18 тысяч магазинов в мире, они придерживаются своей стратегии и всего прочего. Я надеюсь, что они и дальше будут придерживаться. Мы, конечно, еще посмотрим, и еще не один обзор на Лидл сделаем, посмотрим не только цены, но и качество, потому что на данный момент мы просто тупо притащили все это домой, просто бум-бум-бум-бум-бух накидали и показали вам просто цену и то, что можно купить за эти деньги. А потом мы уже будем разбирать качество этих товаров и сравнивать их с другими сетями торговыми, каково там, каково сям. то что некоторые товары мы знаем они а большинство не знаю что ж я надеюсь вам пора если вам понравилось ставьте лайки по традиции подписывайтесь на канал вам несложно нам приятно и если кому-то очень понравилось нажимаете колокольчик у нас еще очень много сюжетов для вас до новых встреч в эфире чао